Информационный партнер Показо – новое время страны, время свободных людей. Группа фармацевтичных компаний Лекхим. Гарантия эффективности, якости и безопасности от профессионалов. Лекхим. Сбережем здоровье разом. Сьогодні на першій шпальті. Європа біля воріт. Що дасть українському бізнесу угода про асоціацію із Євросоюзом? Вы закупили бюлет на бал, вы входите. Будете ли вы танцевать? Это уже зависит от вас. Продати не можно не продати. Що чекає на українські державні банки? Наш спецрепортаж. Неслухняный доллар. Чому гривня снова начала падать? Ну и еще одна. Экономичный разбир польотов от нашего спецкореспондента Майкла Щура. На протяжении двух последних лет в этом отеле Хилтон в самом центре Киева проходило очень много инвестиционных конференций. Здесь власти страны и предприниматели убеждали международный бизнес в том, что Украина именно то место, куда следует инвестировать. Но, к сожалению, приходится констатировать, что пока эти усилия принесли слишком мало пользы. И бизнес по-прежнему считает Украину одной из сложнейших стран для проведения предпринимательской деятельности. Два роки тому тысячи украинцев вийшли на столичній улице, аби перетворити нашу державу на місце, где можно было бы спокойно жить и заработать деньги. Какая часть из них даже отдала життя за это? Начиная с прошлого года, влада докладала не обеих усилий, а бы переконать инвесторов в том, что Украина таки изменилась. Втім, представители бизнеса имеют противоположную думку. Я думаю, что 2016, к сожалению, будет мало чем отличаться от предыдущего года, 2015. Ни темпами реформ, вряд ли мы увидим более быстрые реформы, ни какими-то политическими преобразованиями. Вряд ли мы увидим более ответственный парламент, правительство. За ради справедливости слід визнати, что уряд из самого начала не надто розраховывал на приход инвесторів. Можу чітко заявити, что в 2015 году мы не ожидали приватных инвесторов. 2015 год – это инвестиции международных финансовых организаций. Это Международный валютный фонд, это Святой банк, это Европейский банк развития и реконструкции, это Европейский инвестиционный банк, это ИФЦ. Это исключительно международные финансовые организации. Они, знаете, на кшталт першопроходців, они проходят первые, и они гарантами выполнения, в том числе и программы реформ для приватных инвесторов. Важание стабилизовать экономику за рахунок поважных установ зрозумели, та за рік можна було би підготуватися і змінити умови для инвесторів. Адже вони не забули про Україну. А стоять вони на кордоні тому, що за два роки так і не побачили відчутних змін. Кстати говоря, МЗД, так называемый коррупционный налог, он по-прежнему остается высоким. Наверное, он упал в абсолютных цифрах, потому что вся страна у нас очень сильно, и ВВП сократилась, и бизнесы очень сильно сократились в реальных деньгах. Но, к сожалению, с точки зрения процентной ставки к твоему доходу или к обороту, он только вырос. Як же змінити цю, здавалося, безнадійну ситуацию? Відповідь на це питання, можливо, знає новий президент Європейської бізнес-асоціації Кшиштоф Седлецький. Між іншим, до неї входять понад 900 проведних компаній країни. Відтак, її очільник мусить знати, чого хоче бізнес. Ексклюзив першої шпальти. Первый вопрос у нас по поводу договора об ассоциации СЕС. С 1-го числа он вступил в силу, и фактически правила игры, о которых говорили два года, заработали в полной мере. Но вот у нас такой традиционный вопрос. Это вот по-вашему победа или это зрада как вам? Андрей, з моєю точки зрения, це тільки победа. Це можливість. Україна входит в клуб, один із найлітних клубів мира. Клуб богатий, клуб государств, які ведуть себе определенними етическими правилами, клуб государств, розвитих. І на данний момент, ну, це найбільша економіка в мире, може сравнятися тільки з економікою Штатів і з економікою Китаю. Що це значить в простих словах? В простих словах це приглашення, це білет на бал. Ви закупили білет на бал, ви входите. Будете ли ви танцювати? Це вже зависить від вас. Наскільки ви будете привлекательні для остальних танцующих, наскільки ви будете активно їх приглашати к танцю, наскільки вони будуть заінтересовані, що ви їм предложите, який танец. І це такий приклад, який, мені, мені, десь, добре, що в принципі це само по себе нічого не даст. Без активного виступлення українських компаній і України як країни, тому що тут поток двохсторонний. К танцю, к танку, на двох. Давайте поговоримо немножко о другой сфере, которая дуже сильно касається бізнеса. Європейська бізнес-соція об этом говорила много в прошлом году в нашій передачі. О бізнес-климаті. Прошло полтора року, я думаю, сейчас уже не лишним було б подвести оцінки і сказати, удалось новій власть його улучшити чи нет, з точки зрения бізнеса. Андрій, може я вам покажу. Так. С 2008 року по 2015 ежеквартально результаты индекса інвестиційній привлекательності. І останній, четвертій квартал 2015 року. Як ви бачите, змінів практично немає. Кій ітог, в принципі? Що це значить? Що ніяких драматичних змінів немає? І що більше всього, по Вашим наблюдуванням, портило настроення бізнесу в прошлом году? Візнаєте, фактори постоянно тежі саме. Нічого нового, нічого нового, нічого нещастя в Україні не відбувало. Їх ми можемо перечисляти бесконечно. Це корупція, це судебна система, це бюрокрація, це overregulation, ну, перей, як це сказати по-русськи? Зарегулировано. 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 Русський язык – сложний язык. Короче, це теми, які, я думаю, в кожному інтерв'ю проходять. К сожалению, улучшення в них либо минимальне, до такой степени, що бізнес цього не видит, либо даже вообще їх немає. Год назад, коли с бізнесменами розмовляли, чаще всего вони говорили, ми подождемо, пока успокоїться ситуація на Донбасі, пока успокоїться ситуація в економіці, потім ми будемо думати об інвестиціях. Прошел год. Настроения как изменились? Ну, по исследованиям, плохой подход уменьшився на 8%, но он опять где-то на уровне 80%. 80% людей, которые были участниками этого опросника, считают, что климат не очень хороший. Деньги вкладывать не в ремень? Ну, 2% считают, что время. Все опять зависит от бизнеса, зависит от опыта. Знаете, это тоже вопрос такой, который мы иногда обсуждаем в рамках европейских бизнес-ассоциаций. Наша задача в нашем уставе, это тоже промоция Украины в Европе. Представление ей как место для инвестиций. И здесь у нас получается между понятным волей того, чтобы привлекать инвестиций, с другой стороны, мы должны быть честными. Если я выступлю на международном форуме и скажу, приезжайте, здесь ждет вас идеальный инвестиционный климат, и этот инвестор приедет его на границе, продержит там 5 часов, потом... То есть, вы бы сейчас такое заявление не делали? Нет. Вы знаете, надо честно говорить, и надо предупредлежать, что это сложная страна для инвестиций. Второй страны. Надо всегда показывать и светлые страны, и темные страны. Это страна, которая славится бюрокрацией, да, здесь бывает коррупция, здесь, если вам что-то не так, в суде будет сложно решать свои вопросы. Второй страны. Это страна, которая на данный момент имеет одну из самых дешевых рабочих сил, одновременно это образованный народ, это люди, которые хотят работать, которые по менталитету нам близко, географически нам близко. Подсчитайте, стоит ли вам высылать свое производство в Китай и там строить заводы, или, может, стоит приехать в Украину. Партнер программы «Перша шпальта» компанія «Авангард» лідер аграрного рынка Европы. Ровно год тому назад наша программа «Перша шпальта» провела финансовый эксперимент. Мы решили проверить, как, имея тысячу долларов, можно заработать дополненные деньги, вложив их в один из финансовых инструментов всего лишь на один месяц. Оказалось, что единственный способ добиться этого – это положить деньги на депозит в государственный банк. Действительно, в отличие от частных банков, которые закрываются один за другим, государственный является своего рода тихой гавани украинского финансового рынка. Но оказалось, что уже до конца месяца Кабмин намерен утвердить новую стратегию развития государственных банков, после чего их ждут мощные изменения, серьезные перемены. Чему конкретно они приведут, мы решили разобраться. Державный банковский сектор зараз играет очень важную, ключевую роль. Сегодня это тихая гавань для украинского бизнеса и для украинских граждан. Люди повернутся в банковскую систему, и люди верят на сегодняшний день и государственные гарантии, и государственные статусы. Но для того, чтобы строить и конкурентное средство, и осуществить перспективу и короткострокового, и среднестрокового, и долгострокового развития государственного банковского сектора, государство должно призначитесь, как, в каком выглядит должны работать государственные банки. Я считаю, что в Украине должно быть максимум два государственных банка, какие были это Ощадный банк, Ощадбанк и Укрексимбанк. Все вот эти квази-государственные банки типа Укргазбанка, который сейчас пытается продать. И, фактически, на мой взгляд, он является банкротом, так как, если заставить их вернуть то рефинансирование, которое было в своей полученной капитализации, эти средства, то окажется, что банк на сегодняшний момент банкрот. Вже больше года Министерство финансов готует стратегию развития государственных банков, которая, власне, и мает ответить на вопрос, как им нужно работать. Работа над этим документом будет завершена наиближчим часом. Что можно от него ожидать, знает заступник министра финансов, Артем Шавальов. Это документ, который учитывает мнения и рекомендации международных финансовых организаций. Он разрабатывается при активном участии Press Waterhouse Coopers, компания, которая очень хорошо знает украинский банковский сектор. Цель – систематизировать подходы в украинском государственном банковском секторе. Многие годы, если не сказать последние два десятилетия, банки существовали сами по себе. Мы пытаемся создать систему и понятную дорожную карту того, как мы видим развитие государственной части банковского сектора Украины. Будет некое разделение между банками, насколько я понимаю, полномочий. Кто-то будет чем-то заниматься. Каким образом это все будет разделяться? То есть, что получит Ощадбанк, какую поляну, какую поляну получит, то Коррексим, Вы знаете, та версия стратегии, на которой мы остановились и которую мы считаем окончательной, которую мы будем презентовать Кабинету министров, она фокусируется не столько на функционале банков, сколько на философии того, как мы управляем государственными интересами в банковском секторе. Мы говорим о том, что мы будем предлагать совершенно новые принципы корпоративного управления для госбанков. И именно вот этот подход смена философии корпоративного управления приведет к тому, что и операционные приоритеты будут рассматриваться несколько иначе. Что я имею в виду? Мы будем реализовывать механизмы международную практику, лучшую международную практику в корпоративном управлении государственными компаниями или государственными банками. То есть это полная деполитизация управления госбанками. Независимые наблюдательные советы, соответственно, полностью профессионально ориентированная ответственность и отчетность правления менеджмента банков. Соответственно, в новой системе менеджмент банков будет нести ответственность за результат, и это будет приоритетом и прерогативой менеджмента и независимого наблюдательного совета решать, где банк должен быть более активен. Мы говорим о том, что Ощад имеет развитую филиальную сеть, имеет опыт работы с розницей, имеет опыт работы с отдельными корпоративными секторами, поэтому он будет фокусироваться на этом. Укроэксимбанк, как совершенно очевидно из названия, он должен фокусироваться на поддержке украинского экспорта, на поддержке экспортно-ориентированных компаний. Ну, означает ли это, что, например, завтра всех крупных промышленных клиентов просто заберут, скажем, у Ощадбанка идут укроэксима или укроэксима заберут всех вкладчиков депозитов и переведут в Ощад? Это очень правильная постановка вопроса и нужно четко дать сигнал. Ни в коем случае. Резкие движения, какие-то шоки в банковском секторе абсолютно неприемлемы. В отношении Ощадбанка это будет, скорее всего, план реализации заходов по трансформации, потому что наша стратегия не вызвала особенных вопросов у членов рабочей группы. Безумовно, какие аспекты нашей деятельности мы где-то переглянули, но это, скорее всего, непринциповые вопросы. Один из ключевых пунктов новой стратегии развития госбанков – это их возможная продажа. Когда и при каких условиях она произойдет, неясно. Но ясно одно. Сама новость об этом уже успела наделать очень много шума. Появление портфельных инвесторов – это те модели, которые мы видели у прибалтийских госбанков, у российского ВТБ, у ряда банков из арабских стран. Китайский чайно-строительный банк тоже имеет похожую модель. Во-первых, это позволяет понять, как оценивает банк рынок, то есть понять истинную стоимость этого банка. Во-вторых, это позволяет государству в случае необходимости продавать свои активы не полностью, а просто уменьшать долю. Еще один скандал, який виник у зв'язку із можливою приватизацией банків – это поява одними из попередних версий стратегии, что пропускало зняття держгарантій для вкладников. Но в реальности все выявилось немного иначе. Поскольку мы в нашей стратегии реформирования госбанковского сектора говорим о том, что мы будем приватизировать частично Ощадбанк и Укрексимбанк на горизонте до 2019 года, мы, естественно, говорим о том, что по мере прихода инвестора, институционального инвестора, международной финансовой организации в качестве инвестора, государство будет отказываться от полной гарантии. Но, опять-таки, этот процесс будет только связан с приходом ответственности социального инвестора в соответствующее банковское учреждение. Никто не говорит о том, что государство сегодня, завтра, после завтра отказывается от гарантии. Мы это рассматриваем исключительно в контексте дальнейшей приватизации. Очевидно, одне – держава не зважилася на те, аби всерьез змінити ситуацию в держбанках, прийнявши радикальную стратегию щодо их зміни. Втім, це й не дивно. Від добра добра не шукають. Минулого тижня ситуація на валютному ринку змусила багатьох хвилюватися, оскільки занадто вже нагадувала обвал гривень, який стався минулого року приблизно у цей же час. Провідний економічний експерт Дмитро Боярчук поспешив заспокоїти українців, написавши наступне. Цього тижня національна валюта вперше з минулого лютого ослабла до 27 гривень за долар. Очевидно, виною тому став вихлоп ліквідності, що прийшов із казначейського рахунку. Портал «Новое время» – 20 січня 2016 року. Каждый із вас озвучив свой прогноз курса доллара на следующий год. Виталий, я от вас слышал 32, а Вячеслав, а вы говорили о 27. Вот сейчас то, что происходит на рынке у нас, не заставило вас пересмотреть свои прогнозы в ту или иную сторону? Ну, мы давали прогноз еще в сентябре 2015 года в диапазоне 22-32. После того, как ситуация на среди рынках ухудшилась, мы были вынуждены пересмотреть нижнюю границу, подтянуть ее в 25. Я думаю, что этот диапазон 25-32 останется в 2016 году как такой реалистичный сценарий без потрясений для Украины. Может ли быть больше 32? Да, такое возможно, но пока это маловероятно. Верхняя граница прогноза в размере 27 гривень предусматривала, что в случае, если на межбанке курс начнет зашкаливать выше этой отметки, и нацбанк будет ужесточать свою валютную политику. Соответственно, если курс выйдет за пределы 27 гривен, и нацбанк не справится со своими обязанностями, тогда можно увидеть любые отметки. А что происходит сейчас? Вот если вкратце, какие причины привели к тому, что мы видим в обменниках курс начал резко расти? Официальная позиция нацбанка заключается в том, что в последние дни, когда на украинском межбанковском рынке осуществлялись торги, в США были выходные. Либо это была традиционная суббота, либо это был понедельник, у них не рабочий день, у них был праздник. Соответственно, валютные поступления, которые проходят через курс счета американских банков, они на украинский межбанковский рынок не поступали, и это вызвало дефицит временный. Однако в текущих обстоятельствах можно говорить о сложении двух факторов. Краткосрочного дефицита и структурных проблем, как в украинской, так и в мировой экономике. Я считаю, что отговорки по поводу праздников выглядят, мягко говоря, удручающе, потому что праздники у нас были всегда. Одна из основных причин текущих колебаний – это то, что государство накопило порядка 50 миллиардов гривен на едином казначейском счете, и единоразово практически в течение двух-трех недель эту всю сумму впустило в рынок. То есть они достаточно долго накапливали. Мы долгое время считали, что они это делают для того, чтобы создать какой-то запас для обеспечения, в случае неблагоприятного развития ситуации с конфликтом на Донбассе. Но, как видим, что это делалось, скажем так, была такая плановая операция по накоплению ликвидности. И здесь была и выплата пенсии в декабре, за январь, и был возврат НДС, как мы понимаем, не всем, но достаточно мощная сумма была влита в рынок. Естественно, эти деньги разошлись по системе, и поскольку существует недоверие к национальной валюте, есть объективные факторы, о которых говорил наш коллега по поводу сырьевых рынков, долгосрочной перспективы. Часть участников рынка, получив наличную гривну, решила прикупить валюту. Никто из вас не упомянул МВФ. Каким-то образом наши отношения с этой организацией влияют на курс доллара сегодня или нет? Психологически. Да. Если брать экономические факторы, то влияние МВФ, условно говоря, 5%. Ну и дайте нам, пожалуйста, свой прогноз какой-то. Вот как будут развиваться события, как они могут развиваться? Какие-то пессимистические и оптимистические сценарии, на данном случае? Я оставляю диапазон 25-32, в надежде на то, что второе полугодие для Украины будет более благоприятное, потому что в Соединенных Штатах есть выборы и есть уверенность на рынке среди наших западных партнеров-аналитиков, что Федеральный резерв не будет так быстро и безапелляционно повышать процентную ставку. То есть они тоже будут заинтересованы в том, чтобы придать позитивную динамику своей экономике. И это должно, по идее, позитивно сказаться на сырьевых рынках. И если мы доживем, так сказать, до второго полугодия с курсом в диапазоне 25-32, я думаю, что большой катастрофы не произойдет. Валютные прогнозы – это всегда неблагодарные. Да, валютные прогнозы – это неблагодарные. Потом можно спросить. Соответственно, чем короче промежуток времени, на который делается прогноз, тем выше вероятность, что он может исполниться. Соответственно, в первом квартале рационально ожидать колебания курса в пределах 25-27 гривен. Соответственно, предполагаю, что если вдруг курс будет выходить за пределы, нацбанк дополнительно закручивает гайки и доля теневого рынка увеличится как на наличном, так и возможной схемой дооперации. Экономический разбир польотов от специального корреспондента «Першой шпальти» Майкла Щура. На сегодняшней программе у нас было довольно много цитат людей, которые высказывались на тему о том, каков был прошлый год. Больше там было зарады, чем приморки. Некоторые ответы, они показались недовольно забавными. Вот давай послушаем первую цитату на эту тему. Для меня важный показатель – это больше людей хочет уехать из Украины или больше хочет приехать в Украину. Пока, к сожалению, больше хочет уехать. МАУ в 2015 году на 25% увеличила свои объемы и вышла на уровень прибыли. Это победа. МАУ – это компания Игоря Коломойского. И выходит, что она зарабатывает на том, что большая часть людей уезжает из Украины. Ты как думаешь? То есть это люди, которые зацикавлены в том, чтобы из Украины выехало какомога больше людей? Ну получается, да. Они на этом зарабатывают. Хотя, с другой стороны, они же всегда продают квиток и туда, и назад. То есть они заинтересованы на том, чтобы выехали и вернулись. И вернулись. Так что, может, это так плохо. Да-да-да, перемога. Иначе была бы зарада. Ну, а выражение лица нашего следующего спикера, конечно, наводит все-таки больше на мысль о зраде. Экономика остановила падение. Финансы навели лад. И это наша победа. А он вам давал интервью? Ну да. А вы его точно не змушовали говорить эти слова? Держали плоскогубцы под столом. Вот мы и знали причину, почему он такой напруженный. Вы его змушовали говорить, что это победа? В следующий раз там будут даже не плоскогубцы, а щипчики. Это еще опаснее. Ну, а тут, мне кажется, что-то связанное с окулистами, глазными каплями и так далее. Давайте посмотрим две цитати подряд. Безперечно позитивные взрывы ощущаются. Я ничего не заметил. Тут тяжело что-то сказать. Один видит, другой не видит. Ну да, может, просто сама за пять очков надо купить? Я не знаю. У тебя есть очки. Ты когда надеваешь, ты лучше видишь вообще? 100%. Только тяжело, это не те окуляры, которые отличаются с радостью и победой. Это просто... А есть такие вообще? Какие можно где-то достать? Без понятия. Треба пошукать, попросить в оптиках. Ну, что, остается только пожелать всем, кого плохое зрение, видеть всегда ситуацию не так однозначно. Группа фармацевтичных компаний «Лекхим». Гарантія эффективности, якости и безопасности от профессионалов. Лекхим. Сбережем здоровье разом. Партнер программы «Перша шпальта». Компанія «Авангард». Лідер аграрного рынку Европы. Информаційный партнер показу. Новое время страны. Время свободных людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова